Всем привет, меня зовут Марина и я хочу записать отзыв о ретрите Светланы Лавровой. Он прошел в начале апреля, а вот сейчас у нас конец апреля 2022, уже прошло немного времени, и мне это поможет рассказать о результатах, которые прошли и после него, потому что то, что Света делает, как она это делает, оно дает эффект не только на самом ретрите, а и после него. У меня немножко предыстория, с января был опыт сыроедения, я так обустроила все так, что у меня это получилось, и я не спрыгнула, то есть постепенно. Мне это было важно, потому что я хотела поднять уровень своей энергии, сил, здоровья, которое началось боить за прием медикаментов периодом раньше. И мне это получилось, более того, что мне было интересно, мне понравилось, я поняла, что мой организм реагирует позитивно. И вот пока я изучала по интернету, слушала все о сыроедении, я открыла для себя понятие автономии, узнала, что таких людей достаточно много. Это меня удивило. Какая-то, я поняла, что интересная часть жизни проходит просто мимо меня. Почему? Вот. Я начала узнавать больше, чтобы понять, насколько для меня это возможно и насколько мне это нужно. И слушая тех людей, которые рассказывают о себе, о своем опыте, я увидела на YouTube Светлану. Вот. Я начала ее слушать, поняла, что вот он мой наставник на сегодня. Почему? Потому что то, как она объясняет, как она рассказывает, мне все очень понятно. Потому что я поняла, что когда человек поднимается чуть выше, он пользуется часто философскими понятиями, а мы ими в каждодневной жизни еще пока не живем, по крайней мере, я. И если вы такой человек, который тоже понимает логические и понятные объяснения, как работает мозг, почему в твоей жизни происходят те или иные вещи, да, об этом. И вам это интересно, и вы хотите понять, что именно конкретно нужно поменять для того, чтобы произвести изменения в своей психике, в своей жизни, да, перейти от одним привычкам к другим, вот это все к свете. Казалось бы, многие об этом рассказывают, но вот я именно у нее услышала, что она в похожих ценностях, да, что мне все откликается. И я как будто увидела вот эту дорожку, которая подойдет лично мне на данном этапе. Поэтому у меня не было сомнений, я купила билет, прилетела в Сочи, отменив предварительно все планы, у меня были мероприятия, простроены еще что-то, но я поняла, что мне срочно нужно ехать. Потому что онлайн это хорошо, но оффлайн это совсем другое. И мне было очень надо. То есть я четко понимала к этому моменту, что мне нужны изменения, уже связаны не только со здоровьем, а и со своей способностью быть, наверное, в большей степени творцом в своей жизни. Вот. Появилось четкое ощущение вот на сыром, что мы можем гораздо больше, чем мы делаем каждый день. В том смысле, что можем делать это проще, легче, интереснее. И у меня было точно понимание, что я не хочу все делать, как я делала, как я жила. Я хочу перемен. А вот какие нужно еще нащупать, какие возможности есть. Вот. Сам ретрит был чудесным. Я купалась в море с 1 апреля. Никто у нас не простыл, не чихнул, не кошлянул. Была чудесная группа. И верно говорят, что люди подбираются те, которые друг к другу необходимы именно на данном этапе. Хотя я, Света, говорила, что все будет очень жестко. Но атаку жесткого у нас не было, но было очень глубоко. Вот. Что у меня получилось? У меня получилось на уровне веры, на уровне чувствования прочувствовать и понять, что я могу перейти на автономию. Я этого хочу. Мне это интересно. И нет, я не смогу это сделать в эти несколько дней. Но да, я смогу это сделать на протяжении определенного периода времени. И я смогу сделать так, чтобы это был интересный путь. Я для себя поняла, что само понятие какие-то дни мне не очень подходит в итоге. После трех дней начинается интоксикация. И это все понятно. И тут принцип постепенности, наверное, больше мне подойдет. Поэтому три дня были классными, интересными. Это было такое измененное состояние, когда кушать не хотелось. Оно было такое медитативное. И действительно очень помогало Светлане и ее поле. Вот. На четвертый день началась все-таки интоксикация, появилась слабость. И я поняла, что, ну, мне будет просто сложно воспринимать наши разговоры, потому что нужно все-таки воспринимать и думать. Вот. И я потихонечку начала пить полы. Ну, конечно, едой это все тоже не назовешь. Вот. Но постепенно мед вернула. И это сейчас не суть. Вот. Так или иначе, эти несколько дней... У меня еще был страх, что я похудею, потому что у меня нет задачи похудеть. Я всю жизнь в своих 50 килограммах. Меня это устраивает. А вот худеть мне не нравится. И вот эта мысль о том, что вообще не думая об этом, тело само найдет в итоге свой нужный вес, объем, пропорции и так далее. Вот. Это тоже было одним из моих результатов, потому что всегда я боюсь худеть. Всегда я худею, если что-нибудь я там начинаю себя сильно ограничивать. Вот. И вообще я поняла, что еда нам не так необходима, что замена ей есть. А я прям прочувствовала, что воздух, физнагрузка, которую я очень люблю, эмоции, чувства — это вот то, что на самом деле может составлять основу нашего существования, даже физического тела. Вот это у меня появилось на уровне веры сегодня. И это огромная разница с тем, что было до, да, когда вот у меня еще сомнения, как, все могут, не могут. И сейчас я точно понимаю, что это так. Вот. Но просто это некая привычка, которую мне нужно перевести. И у меня только один вопрос, как это сделать, не путем вот этой депривации себя, да, и всех сторон в своей жизни, с интересом, с удовольствием, потому что я уверена, что закрепить это может именно так. Вот. И у Светы такой же подход. Мне это очень понравилось и зашло. Вообще я поняла, что она тот человек, с которым у меня получается. Вот. И это самое главное. Потому что мы все любим, когда у нас получается. Мы начинаем, а у нас получается. И я искала именно это. И я именно это в ней нашла. Я больше скажу, что по прошествии времени, вот этого почти месяца, я еще больше оценила ту проделанную работу, потому что у меня постепенно стали уходить некоторые вредные привычки в еде, которые еще были там даже на сыроедении, да. То есть я так частично что-то оставляла, к примеру, там кофе, чай. Вот. Гораздо меньше этого стало. Но я стала четко понимать и отслеживать. У меня прям такие сайты пошли на ретрите. То есть что я сейчас ем, зачем я это ем, почему это работает, на какое дело, на какую эмоцию я могла бы поменять это. Вот. Я стала четко это понимать. То есть не просто вот так вот, а, что-то хочется есть, поел, побежал дальше. Вот. А четко понимать. Вот. Я совершенно перестала реагировать на то, что люди вокруг едят или провоцируют меня или прочее. То есть у меня такой стабильный стал, да, стабильная приверженность уже той сырой еде, которую я ем, и она стала легче гораздо. Вот. И мне это очень интересно. Вот. Почему я считаю, что я хочу и дальше продолжать, да, заниматься у Светы в клубе? Потому что я и дальше продолжаю эту тему копать. Вот. И я до сих пор считаю, что я хочу вот именно с ней дойти до своего уже максимального большого результата. Мне причем не очень нравится, опять же, это понятие сухих дней, как будто это те самые дни. Вот. Хочется просто подойти к тому моменту, когда организм сам не захочет, как оно потихонечку сейчас и происходит, стабастя по шагам, и выберешь что-то еще для себя именно как удовольствие, да, а не как заставлять себя или ущемлять себя. Вот. Это не работает. И я понимаю четко, что по пути именно это произойдет за счет того, что удастся порешать многие внутренние психологические проблемки. Чувствовать себя счастливым. Счастливой в моем случае, чувствовать себя свободной, да, от многих дискомфортов, которые многие годы еще со мной остаются, да, вот, и с детства что-то идет, что-то я еще не осознаю. Ну и там на ретрите уже удалось несколько ситуаций пройти, и я себя чувствую сейчас гораздо легче, да. И как только эта ситуация решается, внутри ты ее понимаешь, проживаешь, то у тебя какая-то еще часть зависимости жизненных уходит. Вот. Я совсем по-другому хожу по улице, совсем по-другому общаюсь. Вот. Я понимаю, что появилась некая независимость от многих процессов, которые казались, о, я за них держусь. И это, конечно, огромное изменение. Вот. Почему к свете, да, все-таки? Я считаю, что очень важно идти людям, которым тоже важен логический, понятный, последовательный подход. Она искренне делится, и она настолько настроена на то, чтобы помочь людям на сегодня. Это потрясающе. Вот. Она, можно сказать, даже иногда, когда хочет сказаться строгой, вот, она любит очень людей. И видно, что она вкладывается, и видно, что ей это нравится, и видно, что она очень хочет, чтобы у ее учеников, у тех, кто приходит к ней за помощью, все получилось, и у них получается. Такой очень позитивный человек, очень искренний. Она то, что может рассказывать тоже о своих плюсах и минусах, как получалось, что не получалось. Вот. И когда с ней рядом находишься, то удивительным образом вот эти новые верования, новые убеждения, о которых ты хочешь, они укрепляются. И это все дает силу определенную. Вот. И поэтому я очень верю, что последующие шаги будут тоже интересными. И что еще у меня получилось хорошо, это отличать эмоции от чувств, что такое чувствование, что такое эмоции. И я еще продолжаю идти по этому пути. Но уже моя жизнь стала более осознанной, и само слово «осознанность» стало для меня живым. То есть это тот самый случай, когда ты знал-знал, а вдруг понял, да? То есть когда ты в моменте понимаешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, и как это будет. Очень частыми стали вот эти ситуации, когда ты что-то планируешь, и оно получается. Ты подумал, оно произошло. Ты захотел, и оно начинает сдвигаться. Да? И, наверное, это именно то, что изначально было мне интереснее. Вот оно начинает происходить, но я еще двигаюсь, еще нащупываю, какие могут быть возможности у меня в данном направлении. Вот. Поэтому я, Светя, очень благодарна за то, что она появилась в моей жизни. Вот. Я сейчас еще дальше-дальше пойду по ее продуктам. Собралась в клуб на сегодня. Вот. И думаю, что пойду на личное консультирование. Я не уверена, что насколько долго она будет проводить те мероприятия, те учебы, те консультации, которые сегодня она проводит, какой будет уровень у них дальше, какая у них будет стоимость. Потому что ценность очень большая, а цена пока не такая большая, какая она могла бы быть. И каждый человек сегодня, по сути, может себе это позволить, если на самом деле захочет. Поэтому очень сильно порекомендую тем людям, которые ставят сегодня перед собой вопросы личного развития, духовного развития, прийти к ней, задать свои вопросы. И потому что те ответы, которые она дает, они удивительные, они в потоке. Вот. И вдруг она вам показывает те моменты, которые на самом деле очень важны и которые вы сами не замечали. Это очень важно. И такое сочетание, да, вот профессиональный психоаналитик и человек, который находится сам в автономии, они дают возможность видеть, как будто сквозь тебя. И очень важно подмечать моменты. И это уже половина работы, потому что если вы их проживаете до конца, то они над вами власть зачастую теряют. Иногда это то, с чем вы всю жизнь жили, но не знали об этом. Вот. Поэтому. Свете, огромное спасибо. Я обязательно еще приеду. Вот. Я очень рада тому, что у меня сегодня получается. Я сегодня, можно сказать, тот человек, что еще не могла поверить буквально там до января. Вот. И я вижу, что вот это развитие, оно происходит быстро-быстро-быстро. Поэтому спасибо.